Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 апреля и только что я вам рассказывала и показывала, что рассада сегодня у меня замерзла. Ну, слово замерзла не подходит, как подмерзла. Какая-то выживет, какая-то нет. Какие-то вот есть вообще очень плохое состояние, видите, тяжело им будет восстановиться. Но мне сейчас, неважно какая у меня подмерзла, я хочу вам показать ту рассаду, которая вот в одинаковых таких же условиях вместе с этой вообще не подверглась никакому воздействию, то есть она выстояла очень хорошо. Но это вот там, где я стояла, я вам уже показывала. Вот Настенька, Демидов. Совсем не... Ой, сейчас слезу. Совсем не тронулась. Вот здесь у меня петруша-огородник, сибирская тройка. Так, это Демидов тоже. Потом сейчас... Так, это Настенька. Настенька больше всего подействовала на индотерминатные. Вон там он матрёша сильно. Ну, как повредилась. Ой, сейчас подождите. Вот здесь я вам показывала... Ой-ой-ой. Вот это. Это ботяня. То есть все высокорослые двухметровые индотерминатные сорта, почти все у нас немножко как это сварились. Кстати, петуния при 3 градусах. Я уже говорила о её поразительной холодостойкости. Она вообще чувствует себя хорошо. Так, дальше. На этой стороне... Мне там не посмотреть. Сейчас посмотрим. Вот какие-то вообще не затронула. Ой. Блин. Вот петруша не тронула петрушу. Так. Вот это у нас Казанова. Потом... Вот это у нас Банановые ноги. Видите, какие Банановые ноги, что с ними сделали? Тоже упали. Потом там упали... Пудовик. Короче, смотрите. Если разложить по сортам, по классам, то все высокорослые, вот что я и говорила, индотерминатные, они почти все подверглись. Вот стоит Настенька, как живая, тут же рядом. Вот эти вот... Они хоть не замёрзли, но они уже как опечалились немножко. Сейчас посмотрим, что это. Ну, Батяня, как всегда. Короче, если я вижу, что поникли и чуть-чуть подверглись заморозку, это однозначно двухметровые. Вот Полюс, Таймыр стоят, как будто вообще здесь мороза не было. Вот стоит. Это, наверное, тоже Настя. Сейчас посмотрим. А, это Демидов. Вот это вот свалились немножко. Сибирский изобильный, тоже двухметровый. Вот тут всё, тут даже можно остальные не проверять. И вот смотрите, вот эти высокие, казалось бы, они высокие, они здоровые. Но это тоже не высокорослые. Это вот у меня Джина, толстый Джек и королевский. Это не инденты, нет. У меня сварились, короче, сегодня ночью только те, которые двухметровые, и те, которые индотерминатные. Ой! Ну, а вообще, опять же, вот банановые ноги, они не индотерминатные. Тоже сварились, оказались снежинками. А те сорта, про которые я и ранее говорила, вот, пожалуйста. Петруша, Огородник, Сибирская, Тройка, Демидов, Настенька, Полюс, Таймыр. Для них оказалось 3 градуса нормальной температурой. Именно поэтому я их высаживаю всегда в этот, в тоннель. Именно эти сорта поэтому я выращиваю в таких, в жестких условиях, что я знаю. Их вот эти толстые стволы и вот эти мясистые листья, они помогают им пережить и выжить в самых-самых критических ситуациях. Это к сведению тем, у кого климат такой же суровый, как у нас, у кого, возможно, весенние заморозки. Вот эти сорта нас выручат в любых ситуациях. А инденты сегодня показали себя очень плохо. Нежинки, до свидания! Вот видите, вот эта нежинка, наверное, погибнет. А рядом стоит петруша, такой же толстячок-здоровячок, как и вчера был. Вот разница. Субтитры создавал DimaTorzok